на библейский портал экзекет пришел вопрос как и чем человек подобен богу для того чтобы ответить на этот вопрос надо вернуться в те времена когда бог создавал только человека бог когда создавал человека говорил так создадим человека по образу нашему бог создает человека по образу своему что такое образ божий бог есть дух и конечно если речь идет о том что мы похожи на бога по своей плоти то это неверное конечно представление с другой стороны в предвечном совете божием когда бог еще творил человек когда бог творил мир конечно всеведящий бог предвидел и воплощение сына божьего господа нашего иисуса христа во образ человека с плотью полностью подобный нам и поэтому когда мы говорим что мы носим на себе образ божий по крайней мере после воплощения господа нашего иисуса христа мы с полным основанием можем говорить что образ божий не только в духовных составляющих есть таких например как способность любить способность к милосердию способность к разумности но даже и в телесном смысле мы образ божий просто потому что именно в этом образе в нашем образе господь пришел на землю когда две тысячи лет уже более 2000 лет назад родился от причистой девы марии здесь на земле так что наш образ образ божий это и духовное душевное подобие но это и подобие телесное в силу воплощения господа нашего иисуса христа и тем и другим человек является образом божиим но что касается подобия божия то это подобие она стяжается на протяжении всей жизни не даром людей святых в особенности потрудившихся в иноческом чине в монашеском сословии мы называем преподобными что значит преподобный преподобный это значит подобные в высшей степени чему и кому подобные но тут понятно что подобный Бог вот этот образ неистребимый образ божие который запечатлен в любом человеке даже в самом страшном негодае злодее образ божий неистребим человеку это не под силу истребить образ божий в себе но Но вот подобие Богу, которое нужно заслужить, вот его как раз можно и потерять. А те люди, которые стяжали в полной мере подобие Богу, называются преподобными, называются святыми. Поэтому человек подобен Богу тогда, когда он становится святым, заслужил это своей жизнью, и благодать Божия издилась на него во всей полноте. Подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.